В начале предстоящей недели рынки будут следить за выходом следующей макроэкономической статистики. Так, во вторник Резервный банк Австралии обнародует свое решение относительно ключевой ставки на май. Аналитики прогнозируют сохранение отметки в 2,25% годовых. После встречи в начале апреля Резервный банк Австралии решил воздержаться от активных действий и оставить учетную ставку на том же уровне в 2,25%. В сопроводительном заявлении Центробанка отмечалось, что в будущем не исключено дальнейшее смягчение политики, если того потребуют обстоятельства. Также говорилось, что текущий уровень инфляции соответствует целевым отметкам. Падение цен на сырье стало одной из причин обесценивания австралийского доллара. Снижение обменного курса является приоритетной задачей Резервного банка Австралии для достижения баланса в экономике. Во вторник вечером Американский институт управления поставками выпустит данные по индексу деловой активности для непроизводственной сферы. Экспертные оценки предполагают, что сохранится предыдущий уровень в 56,5 пункта. Мартовский отчет показал замедление темпов роста деловой активности в секторе услуг США. Так, индекс деловой активности составил 56,5 пункта в марте, зарегистрировав снижение по сравнению с уровнем в 56,9 пункта в предыдущем месяце. Напомним, что значения выше разделительной черты в 50 пунктов указывают на рост сектора, ниже на его водение. В среду в Соединенных Штатах выйдет еще один ожидаемый индикатор – динамика числа занятых от ADP за апрель. Ожидается рост на 195 тысяч вакансий. В марте темпы роста занятости в частном секторе экономики США оказались ниже прогнозов. Согласно отчету, предоставленному компанией ADP, в экономике Соединенных Штатов было создано 189 тысяч новых рабочих мест в отчетном периоде. Эксперты прогнозировали более значительный рост занятости – на 225 тысяч. Отметим также, что февральское значение показателя было скорректировано в сторону повышения до 214 тысяч. Напомним, что доклад ADP выходит за два дня до правительственных данных по занятости и является предвестником изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе страны. Кроме того, в понедельник в Австралии будет опубликован отчет по объему выданных разрешений на строительство. А в Китае, Германии и Еврозоне выйдут данные по деловой активности в производственном секторе. Во вторник статистическое ведомство Австралии выпустит отчет по сальдо торгового баланса. В Великобритании выйдет PMI для строительного сектора. Канада и США также опубликуют данные по торговому балансу. В среду в Новой Зеландии ожидается статистика с рынка труда, а также в ряде стран опубликуют данные по деловой активности в сфере услуг. Это был календарь трейдера от компании Инстафорекс. Приятных вам торгов!